ОНКОПАЦИЕНТЫ Ежегодно в России выявляют больше полутора миллионов новых онкопациентов. Такую неутешительную статистику в 2018 году опубликовало Международное агентство по исследованию рака. И, судя по данным, в зоне риска каждый седьмой. Некоторые из них подтверждают статистику уже в детстве. Каждый год в стране онкологию находят у 4000 детей. В таком состоянии 8-летний Глеб 3 месяца с тех пор, как ему провели операцию. Диагноз – рак мозга. Рядом с мозжечком и путями оттока спинно-мозговой жидкости. Большую часть опухоли вырезали. Осталось лишь то, что в самом стволе головного мозга. Это убивает химиотерапия. А Глеб борется с осложнением – отеком мозга. О, бац, отец начал после лечения. У нас хорошо голову поворачивать влево-вправо. Оксана – храбрая женщина. Наверное, как и все мамы при таком диагнозе ребенка. Она приняла ситуацию и настроилась на то, что лечиться будут долго. Говорит, сейчас они с сыном просто начинают все заново. Тяжело было, конечно, до расставания, когда его положили на операцию. 27-го прооперировали в феврале. И он целый месяц находился в реанимации. И видите, вот то состояние, которое он был там, что никак не воспринимал меня. Сейчас, конечно, вот, можно сказать, я довольна тем, что я рядом с ним, что я могу как-то помочь, как-то посмотреть за ним, что вот, не плачь, сыночка, не надо, главное. Тихо, 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 мама здесь, мама здесь. Мы с тобой выздоровеем, конечно, я буду здоровы. Ну, скажи, скоро домой поедем. Детская онкология отличается от взрослой. У взрослых рак в основном локален, поражают внутренние органы. У детей на первом месте опухоли органов кроветворения лимфатической системы, гемобластозы, затем бластомы и саркомы. Это значит, что и развивается детская болезнь в среднем быстрее. Среди причин рака называют генетическую, но наследственность лишь повышает риски и вирусную. Точный фактор медицина не знает до сих пор. Это детское онкоотделение единственное в крае. Шесть коек для малышей с болезнью крови и 24 для больных другими видами рака. Бывают сезоны, когда места для всех не хватает. Врачи очень ждут строительства нового корпуса. Тогда количество кокс-30 вырастет до 45. За год здесь принимают до 700 случаев госпитализации. И чем закончится лечение, к сожалению, никто спрогнозировать не может. Александр Румянцев, как и любой врач, скептически относится к чуду, но вспоминает несколько таких случаев. Чудесное исцеление, в кавычках, конечно же, да, мы берем, потому что это не значит, что откуда-то там сверху кто-то снизошел и вылечился ребенок. В литературе, в общем-то, это известно как случай спонтанного самоизлечения. Есть дефект иммунитета какой-то, который потом почему-то восстанавливается. Но подавляющее большинство онкопациентов выздоравливают естественным путем, и в данном случае это лечение. Сначала малыши детально исследуют УЗИ, МРТ, КТ. Мамочка, молодец. Самостоятельный, да, если больше? Без малышки можешь уже. Сейчас я дизерночку, посмотрю, где-то спряталась. А вы можете там увидеть? Вон она плавает у тебя, шоколадка твоя. Мы можем увидеть лимфоузелочки, ну, как минимум, под линейку 5 мм. Размером под линейку 5 мм. Ну, или диаметром 5 мм, будем так говорить. Таким образом, если опухоль будет где-то вот такого размера, и если ее тщательно искать, ее можно увидеть. Но вы же понимаете, ребенок приходит на обследование, и не всегда мы думаем о том, что у него надо искать образование. Врачам Краевого центра материнства и детства в некотором плане проще. Если ребенка направили сюда, вероятность обнаружения рака скорее по умолчанию. И обычно после обследования дети остаются в больнице. Способов лечения несколько. Полихимиотерапия, несколькими противоопухолевыми препаратами. Обычная химия. Вот лекарств, которые препятствуют разношению клеток рака. Лучевая и с недавнего времени таргетная. Она блокирует сам рост опухоли. Распространенные виды рака часто поддаются лечению. Эффективность при острых лимфобластных лейкозах в среднем около 90%. 90 плюс процент. Выходы в первичную ремиссию. Это значит, на первом протоколе лечения дети отвечают на терапию. Опухолевые клетки чувствительны, разрушаются, костный мозг начинает работать нормально, восстанавливается. Дети выходят в ремиссию. Но в дальнейшем часть из этих детей может дать рецидив в заболевании. Так что процент выхода в ремиссию довольно высок. Дети могут вернуться в отделение с рецидивом через несколько лет. А могут и не вернуться. Ни в детское отделение, ни в взрослое. И хотя с каждым десятилетием процент выхода в ремиссию постепенно растет, фототехнологии лечения совершенствуются, смертность сохраняется. В России по-прежнему нет единого карцера регистра, системы сбора, хранения и анализа информации о злокачественных опухолях. По мнению главного внештатного детского онколога Минздрава РФ Владимира Полякова, этот мониторинг помогал бы росту выживаемости, отражая, как долго пациент находится на том или ином этапе постановки, диагноза, лечения или реабилитации. Кстати, вопрос выявления рака на раннем этапе по-прежнему актуален. Высок процент тех, кому ставят онкологию уже на третьей или четвертой, последней стадии. Третья стадия – это размеры рака больше 5 сантиметров, либо меньше, но поражены многочисленные лимфатические узлы. Четвертая стадия – это когда опухоль проросла в соседний орган, либо имеется метастаз. Медики не отрицают. Главная роль в обнаружении онкологии – в том, насколько внимателен педиатр. Но первичные врачи могут не заострить внимание на каких-то формирующихся признаках. И это объяснимо. Заболеваемость что в Алтайском крае, что в общем-то по России, в среднем 15-16 на 100 тысяч. Представляете, 15 детей на 100 тысяч детского населения. То есть первичных детей в год, ну, порядка там, скажем, 75-80. Всех. Со всеми опухолями. У нас районов сколько в крае? Плюс заболеваемость, конечно же, больше там, где выше население. То есть это город Барнаул, это крупные райцентры, это крупные города, ну, другие бисквы, например. Поэтому врач вот за всю свою жизнь, педиатр, он может никогда не встретить ребенка с опухолью. И еще одна причина оплошности врачей – норматив приема. Минздрав России определил, что терапевт должен тратить на осмотр 15 минут, включая заполнение всех документов. 15 минут для всего, и в том числе выявление онкологии ранней стадии. Я заболела, когда мне было 13 лет. У меня нашли рак поджелудочной железы. Сколько лет ты лечилась? Почти три года. У тебя нет ощущения потерянных трех лет? Нет. Нет. Те три года Ирина помнит очень хорошо. Говорят, что некоторые причины рака могут насторожить самого человека. Дрительная усталость, резкая потеря веса. У Ирины вышла наоборот. Она резко набрала почти 20 килограммов. Пожило лишь это и заставило девушку-подростка забеспокоиться. По ее словам, на операцию у нее вырезали 15-сантиметровую опухоль. Та выросла вновь. Еще одна операция – химиотерапия и почти приговор. Протокола лечения моего заболевания, его вообще нет. Потому что опухоль настолько редкая, и она у детей не встречается практически. Я год пролечилась здесь, потом меня перевели на палеоактивное лечение. Спустя год ее родители нашли экспериментальное лечение в Германии. Еще две операции химии Ирина перенесла там. Ей повезло, она в ремесии. Думала ли она о неизбежном? Не раз. Было такое, ну, как бы, мне всегда, что родители говорили, что бабушка. Они всегда говорили, что мы справимся, мы сможем. Родители всегда говорили, мы сделаем все, чтобы ты вылечилась, чтобы тебя вылечить. И они держали свое слово. Они меня вылечили. Сейчас Ирина – постоянный волонтер онкоотделения. Проводит с малышами занятия, отвлекая их от боли и переживаний. Можете сделать одним цветом, можете сделать двумя, тремя, сколько хотите. Эти занятия она не считает своим долгом, но как никто понимает, как иногда одиноко в четырех стенах палат. Такой временный кризис, как переходный возраст. У всех он по-разному, у меня вот так вот. Честно, я поняла, что на самом деле я очень сильный человек. Несмотря на то, что, как бы, случилось, что от меня отвернулись все. В ситуации, когда риск очень велик, и ребенок оказывается с ним один на один, ответственность ложится на всех. И на врачей, и на родителей, которые могут заподозрить неладное. Ребенок либо менее активен. Еще часто родители настораживают периодически повышение температуры, которое ни с чем не связано. Если это касается солидных опухолей, они сами замечают какое-то образование. Ребенок может пашить, либо может повышаться температура. Родители думают, что это банальное ОРВИ, а там оказывается все очень плохо. И, пожалуй, больше всего уверенность в здоровье ребенка может дать обычная регулярная диспансеризация. Привычки проходить ее у многих нет. И в разных регионах лишь начинают придумывать, как заставить родителей приводить детей на осмотры. Так, в Томской региональной информационной системе ввели ограничения. Медкарту пациента при диспансеризации нельзя закрыть без данных обследования на злокачественное новообразование. В Алтайском крае этот вопрос на совести родителей и усердии врачей. Скоро домой. Сколько скор? Я половину не понимаю, что ты говоришь. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Специально для телеканала «Толк». Игорь Негода А. Продолжение следует... Спасибо за просмотр.